Десятого началось такое большое русское наступление. И вот оно началось. И ВСУ отбили 18 атак на Харьковщине за последние сутки. И отошли возле Лукьянцев и Волчанска. Нет, ни мы не оставили Волчанск, бои идут в Волчанске. Россияне, кстати, заявляют, российские пропагандисты, что Волчанск взят русскими войсками. Но это неправда. Наши военные, наши полицейские специально ведут прямые стримы из Волчанска. В том числе и по телемарафону, и сами у себя. В телеграм-каналах и показывают физически, что они находятся прямо в центре города. И там никаких россиян нет. Но россияне уже на улицах города. Там идет массовая эвакуация наших жителей. Поэтому, к сожалению, все очень тяжело. Все, что там происходит, очень тяжело. Отошли в районе Лукьянцев и Волчанска украинские защитники для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь. Спикер Генштаба говорит, враг концентрирует свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском, Покровском направлениях Донецкой области. Так, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни совершили маневр. Ну, в общем, короче, отступили. Что я там буду уже говорить? Не маневр совершили, а отступили. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огнем, огневым контролем нашей артиллерии и подразделения беспилотников сил обороны. То есть, они наступают, наши их мочат, не дают им закрепиться нормально, а продолжают уничтожать, уничтожать, уничтожать живую силу противника. 1510 россиян было убито и ранено за последние сутки. Вот в этих боях 14 танков, 48 БТРов повреждены. Теперь есть там и наш с вами вклад, потому что вчера, конечно, вы зажгли, дорогие друзья, зрители канала Штельман. Вы вчера собрали неимоверные совершенно средства на помощь в защите Харьковской области и города Харькова. Помните, я рассказал про Александру Болотину, и мы попросили вас собрать 75 тысяч гривен донатов. Вместо этого зрители канала Штельман на момент сегодня утром собрали 420 тысяч гривен. 420 тысяч гривен – это больше, чем 10 тысяч долларов. Больше, чем 10 тысяч долларов, и это в 6 раз больше, чем просили. Но поверьте мне, что Александра Болотина, она человек с такой репутации, что она все распределит правильно и обо всем нам с вами отчитается. Субтитры создавал DimaTorzok